Всем привет! Вы знаете о том, что в детстве Ирину Хакамаду считали очень замкнутым молчащим ребёнком, чуть ли не аутистом? Сейчас она известный политик, преподаватель и журналист. А кто такие Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Марк Цукерберг? Это интроверты и везунчики. В этом видео мы попробуем ответить на вопрос, почему молчаливые люди-интроверты бывают успешнее и добиваются в жизни больше своих болтливых сверстников и коллег. Болтун – находка для шпиона. Посмотрите внимательно вокруг себя. Наверняка первое яркое впечатление на вас произведут те очаровательные люди, которые громко разговаривают, пытаются вклиниться в разговоры на любые темы, хохочут и всячески привлекают к себе внимание. Неискушённому человеку может показаться, что это самые умные и уверенные в себе люди, которые много знают и способны удержать внимание любой аудитории. На самом деле это не так. Те люди, которые болтают без умолку, создают лишь иллюзию своей эрудированности, занимаются презентацией себя и не слишком думают о том, что говорят. Говорят они часто глупые фразы, бросаются непроверенными фактами или разносят сплетни, обсуждая свою или чью-то личную жизнь. В такой многочасовой болтовне можно не заметить, как раскроется какой-нибудь секрет. Хорошо, если он не повлияет ни на чью жизнь, а если рассекретится коммерческая тайна. Умные люди умеют слушать. В шумной компании приглядитесь к тем, кто не выпячивает себя на показ, а спокойно наблюдает за происходящим. Такие бесшумные люди говорят немного, но каждое сказанное ими слово имеет вес и ценность. Они осознанно вникают во всё происходящее, анализируют и выдают действительно ценную информацию. Кроме того, они умеют чутко слушать и понимать настроение аудитории, задавать интересные и правильные вопросы, чтобы максимально понять, что нужно собеседнику. Это умные люди, интроверты. Такие люди получают удовлетворение не от рассказов о себе любимом, а о том, что действительно интересно и познавательно. Вы можете подумать, что это скучные и малоинтересные собеседники. На самом деле, именно с интровертами беседа доставляет истинное удовольствие. Можно поразиться, насколько они эрудированы, много знают, умеют обо всём рассказывать и заинтересовывать собеседника. Их гениальные фразы можно записывать и цитировать при случае. Они большие интеллектуалы и даже гении. Молчаливые люди – это мыслящие интеллектуалы. Тихие молчаны не будут тратить своё драгоценное время и энергию на бесполезные разговоры. Они слишком высоко ценят время и предпочитают тратить его на созидание и творчество, а не на походы в ночной клуб или кафе. Их могут увлечь только содержательные разговоры, а не пустая болтовня. Они любят читать и писать, оформлять свои умные мысли в буквенные знаки или формулы. Специалисты AARP Magazine говорят о том, что любому человеческому мозгу нужно делать перерыв между быстротечными ежедневными процессами, чтобы впитать и переработать всю накопившуюся информацию. Тишина и медитация дают человеку время подумать и осознать многие вещи. Находясь в одиночестве, интроверты укрепляют свои мозги, делают их сильнее, чем у остальных людей. В книге «Сила интровертов» Стив Кейн говорит о том, что интроверты сознательно выбирают тишину, а не шумные компании. Их друзья – это книги. Жажда познания заставляет интровертов постоянно учиться настолько много, насколько позволяет время и здоровье. А вот просто так открывать без надобности рот им не нравится. Это не значит, что они стесняются. Таким людям не всегда нужно мнение окружающих о себе. Просто им не нравится быть в компании незнакомцев и тратить свою энергию и силы на бессодержательные дискуссии. И тихое поведение – это не признак социопатии, а осознанный выбор тишины. Самое интересное – то, что несмотря на кажущуюся замкнутость и нелюдимость, карьера растёт быстрее именно у интровертов. В чём парадокс? Досмотрите видеосюжет до конца, мы продолжим рассказывать, в чём секрет успеха интровертов. Коллектив офиса – пёстрое многолюдное сообщество, в котором найдётся свой интроверт. Жизнь любого рабочего коллектива разнообразна и непредсказуема. Каждый день мы сталкиваемся с кучей разных людей, коллег в офисе. Кто-то из них становится нашим верным другом, кого-то мы обходим стороной, а кого-то хочется просто придушить немножко. И вы совсем не обращаете внимания на молчаливого тихого парня, который возится со своим компьютером и не спешит встревать в беседы. Не поддерживает идеи отправиться после работы в кафе или бар, да и вообще он скучный и неинтересный человек. Разве может уверенный в себе интеллектуал игнорировать обсуждение коллег по поводу новинки рынка, политической ситуации или другой животрепещущей новости? Этого парня все считают странным тихоней, который не может запросто общаться с сослуживцами и быть коммуникабельным. Почему же на все важные сообщения босс приглашает именно его, а не ярких ораторов офиса? А очередное повышение тоже перепадает этому нелюдимому тихоне, а не тем, кто бьёт себя в грудь и утверждает, что он работает лучше всех. Почему босс отдаёт предпочтение тихоням интеллектуалам? Да потому, что даже при приёме на работу интроверты ведут себя более подобающим образом, чем экстраверты. У экстравертов на собеседовании зашкаливают эмоции, они волнуются сверх меры, пытаясь доказать, какие они хорошие, говорят много слов, но сбивчиво и неопределённо. Часто путаются и допускают неточности в ответах. В результате заваливают ответственное мероприятие. Интроверты отвечают не сразу, тщательно обдумывают решения, аргументируют свои ответы фактами. Собеседование выигрывают именно интроверты. Позже они становятся дисциплинированными работниками, умеют составлять долгосрочные планы и доводить их до логического результата. Не тратя времени на пустые разговоры, они успевают сделать гораздо больше своих коллег, так как не отвлекаются на ерунду каждые 15 минут. Умение сконцентрироваться в нужный момент позволяет покорить им самые высокие вершины и добиться руководящих постов в карьере, если, конечно, это их цель. Интроверты успешны в продажах и аналитике. Именно интроверты могут выслушать клиента и предложить ему то, что нужно. А не болтать без умолку, как это делают экстраверты, пытаясь вручить свой товар покупателю. Искушённый покупатель в наше время не ведётся на дешёвую уговорливость, а выбирает то, что соответствует его предпочтению о качестве услуги или товаров. И долгосрочное сотрудничество он будет выстраивать именно с теми, кто умеет слушать и выполнять его пожелания. В наш скоростной век информационных технологий новостей так много, что среднестатистический человек просто не представляет и даже не может вообразить их объём. Для того, чтобы ориентироваться в жизненном пространстве и развиваться дальше, как никогда нужны люди с прекрасными аналитическими способностями, чётким логическим мышлением. Проанализировать отношения, деятельность рынки, глубоко проработать тему, выяснить все нюансы, покопаться в деталях, учесть максимально доступный спектр факторов – всё это подвластно интроверту. Именно аналитикой он любит заниматься больше всего, поэтому выдаёт самые рациональные, взвешенные и адекватные решения. Сначала подумает, а потом сделает, а не наоборот. Такое отношение к делу откровенно нравится начальникам и позиционирует интроверта лучше, чем хаотичный подход к делу других сослуживцев. Они самодостаточны и им можно доверять. Какую компанию предпочитает интроверт? Прежде всего, самого себя. Так ему комфортно и удобно. Если коллектив проигнорировал его начинание, то он не склонен переживать по этому поводу. Молчана не заботит чьё-то мнение, он просто самодостаточен. Когда человек не зависит от чужой оценки, это имеет свои преимущества. Ему проще принимать правильные решения, ведь он не думает, что о нём скажут. И свои нервы интроверт не тратит на лишние эмоции. Такой работник даст фору всем остальным. А если вы с ним подружились, то более преданного и молчаливого друга вы вряд ли найдёте. Такой же вывод делает для себя руководитель. Он уверен, что молчаливый работник сохранит все секреты в целости и сохранности, будь то личные или корпоративные интересы. Так почему бы не приблизить молчуна к своему окружению и не получить надёжного партнёра? А то не ровен час, вышестоящее руководство захочет приблизить интроверта к себе и поручить руководство отделам ему. Так что лучше сделать его полезным союзникам для себя сейчас, это гораздо выгоднее, чем оставить в опасных конкурентах. Интроверты принимают мудрые решения. Молчаливые люди никогда не принимают спонтанных решений. Даже если приходится делать выбор быстро, интроверты основываются на фактах, а не на первом впечатлении. Такой выбор по определению получается у них умнее и мудрее, чем у остальных людей. А если времени достаточно, то интроверты подходят к принятию решений со всей ответственностью. Вдумчиво и тщательно прорабатывают большой объём знаний. Скрупулёзно подготавливают и проверяют проект по всем параметрам. И только тогда выносят на суд зрителей. Как правило, такие продуманные проекты пользуются большим успехом, чем подготовленные наспех и не учитывающие всех деталей. Интроверты достойны восхищения. Современный мир придумали интроверты. Поскольку им тяжело общаться со всеми лично, они придумали общение в интернете или в мессенджерах. Мало эмоций, а для чего смайлики, показывающие весь спектр эмоциональных состояний человека? В наше время можно не выходить из дома и быть востребованным, успешным и иметь хорошо оплачиваемую работу. Напрягает общение с большим количеством людей? Но есть же электронная почта или голосовые сообщения. Совсем не обязательно мчаться на встречи или совещания в разные точки города или общаться с большим количеством людей. Можно просто включить скайп или организовать видеоконференцию. Но если интроверту всё-таки приходится выступать на конференции перед живой аудиторией, то будьте спокойны, с этим он тоже справится. Правда, такая подготовка займёт у него больше времени и отнимет больше сил, чем у экстраверта. Но результат его выступления поразит аудиторию прекрасным качественным наполнением контекста. Ведь каждое его слово будет продумано, выверено, ценно. Интроверты приспособили весь мир под себя. Какими же надо быть умными и мудрыми людьми, чтобы заставить всю планету жить по своим правилам? Особенно это актуально в наше время, в эпоху коронавируса, когда весь мир общается так, как комфортно интровертам. Если вы интроверт, то считаете, что вам повезло. Вы способны решать поставленные задачи и добиваться высоких целей. Если вы экстраверт, то подружитесь с интровертом. У вас будет прекрасный собеседник и надёжный друг. Вы сможете поучиться у него корректности в поведении, спокойному принятию решений даже в самых трудных ситуациях, выдержке, собранности, умению сосредоточиться и сконцентрироваться на проблеме. Кроме того, научитесь ценить людей не за их красивые слова, а за надёжность и правильные поступки. И будете уверены в том, что там, где есть интроверт, большие и малые проблемы будут решены. Если вас заинтересовал видеосюжет и вы почерпнули для себя что-то интересное, новое и полезное, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, общайтесь в комментариях и делитесь этим видео со своими друзьями, родными и близкими. Здоровья вам, друзья!